здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который назвал белые манжуры значит как вы уже знаете были у меня ролики про китайскую тартарию где я вам показывал интересные книги мои подписчики спасибо вам ребята большое за то что вы мне присылаете интересный материал нашли вот такую вот интересную статью китайская тартария продолжаются споры и дискуссии о картах тартарии и провинциях этой империи так ее называли западные картографы того времени кто-то из кет и скептиков утверждает что это сделано по причине названия европейскими составители составителями этой территории и и так окрестили предлагаю сравнить карты обрывки фактов и сопоставил кто по официальной версии проживал на территории китайской тартарии вот значит карта обратите внимание есть вот такая есть вот такая карта где граница проходит по китайской стене вот тут написано еще не так давно граница тартарии проходила по китайской стене утверждать о точной дате дате составления этих карт не приходится тем более они могли быть составлены по более поздным источником на месте китайской тартарии примерно в эту эпоху по сравнению по мнению историков располагалась империя дзинь или по-другому государство джурдж жены паса по совпадению дзинь это еще традиционная китайская мера веса в кнр настоящее время составляет 500 грамм дзинь или шанси один из диалектов язык китайского языка языков дзинь фамилия несколько она а мононичных в кириллической записи китайских фамилий еще из викопедии дзинь удельное княжество периода весны и осени дзинь одна из шести династий существовала в начале десятого века точные поздняя дзинь одна из пяти династий династия дзинь джурдж женское царство в северном китае поздняя дзинь маньчжурское государство основанное 1616 и впоследствии завоевавшая китай после чего имя династии было изменено на цин карта пожалуйста это государство уходило и далее на север границы империи дзинь на территории приморья то есть примерно в то же время в начале второго тысячелетия по туи здесь на территории китайской тартарии располагалась одно из первых китайских государств дзинь и вроде как можно поставить точку и в этом вопросе в пользу ты но существует изображение джурдженских императоров вернее не изображения а бюсты которые выставлены сегодня в китайском городе хорбине в музее который называется музей первой столицы дзинь вот значит эти бюсты на фотографии представлены бюсты 1 император джурджене тай дзу ваньянь агуда 2 императора джурджене син дзун ваньянь хала хала и четвертого императора джурджене хай линьван ваньянь лянь особенно интересен бюст четвертого императора в нем столько много малгалоиды в черт что если бы не официальная история и подписи к бюсту на китайском то я бы отнес его к одному из кля из князей допустим московии ну да и в самом деле на китайца он ребята не очень то и похож империя дзынь золотая империя находки геолога минералогического музея в рощино приморский край россия несколько моментов из официальной истории про это государство в 1125 году две джурдженских армии начали наступление на империю сун китайские армии были были огромны но состояли в основном из пехоты которая не могла воевать на на равных с джурдженской конницей в 1127 году джурджене захватили кайфэн включив свое государство север китая бывший император сун хуй цзун ох мать перри мать поспешно отрекся от престола сыновьями гаремом и челюдью были угнаны в плен а на захваченной территории джурдженами было создано марионеточное государство чу однако правитель чу передал власть представителю династии сун и джурдженям пришлось создавать новое вассальное государство ци некоторое время воевавшего вместе с ними против империи сун сунский полководец юэ фэй продолжал сражение с джурдженями вплоть до своей гибели подписания шаосинского договора в 1142 году согласно которого цзинь получала территории к северу от реки хуэнхэ в 1151 столица цзинь была перенесена хуй зин фу джунду современный пекин в 1191 был официально снят запрет на браки между китайскими и джурдженскими семьями это существенно ускорило процесс китаизации последних то есть джурдженцы не были китайцами иначе как понимать термин китаизации последних если китайцы южнее а джурдженцы северные относились к одной желтой расы кто как понимать существовавший запрет на браке китай под властью манжур а в 1644 году пекин был завоен а манжурами закрытие китае для европейцев то есть ребят даже в 1644 году они знали что европейцы несут только зло в начале вось тринадцатого века империя цзинь оказывается под давлением со стороны своих северных соседей монголов в 1211 году около 50 тысяч конных монгольских воинов вторгаются в джинь и после серии побед осаждают столицу в 1213 году император суян дзун заключить заключает унизительный договор спаса спасающий джунду от грабежа но двор переезжает в сталь южную столицу кайфэн она была захвачена в 1233 году угадай ханом при содействии китайцев сун в 1234 году айцзун последний император дзинь совершил самоубийство чтобы избежать пленения в 1590-х годах джурдженский лидер на хацы начал объединять племена джурдженей в 1616 году привоз провозгласил новую династию поздняя дзынь 1616 1636 в 1635 году этнос получил имя манджуров в 1636 году династия была переименована в цин вот информация пожалуйста кликабельно про манджуров которые настоящее время насчитываются более чем 10 миллионов человек по одной из гипотез носители глаз глазковской культуры бонзового века являлись а предками тунгуса манджуров начиная с 18 17 века нашей эры они значительно катались к кита изировались лишь небольшая их часть сохранила манджурский язык еще меньше манджурскую письменность и опять сюда приплели злобных монголов которые захватили азию и половину европы наложили и гоноруси вы их сегодняшних потомков видели этих мирных скотоводов может быть и в этом случае с победой над джурдженями монголов поиспользовали все равно у них нет ни истории не историков кто-то кто-то скажет против может быть это государство как и европа и сибирь был стерто катаклизмом и традиции историкам пришлось выдумывать причину такого исчезновения народов обратите внимание значит манджур держит голову за чуб гравюра изображающего татарского манджурского воина в ститульной странице книги мартина мартини сказание об опустошении китая тартарами рисунок критикуются современными историки помыла кросли дэвид мунджела как не соответствующие содержанию книги например манджурский воин держит отрубленную голову за косу хотя косы носили именно манджуры и покоренные ими китайцы они китайцы и еще воюющие на стороне минской династии источник обратите внимание другая гравюра император джу юн юцзянь убивает свою дочь чтобы она не досталась повстанцам ли цзэчэна слева во дворе виднеется повешившийся на дереве видимо он же рисунок европейского художника для рассказа о татарской войне мартина мартини 1655 обратите внимание на китайцев они ребята вообще не похожи европейские историки того времени опять нарисовали европейного вида манджурцев обратите внимание гравюра конец 17 века чина пекин стелла памятник князю эссы кую дигунаю полководцу джурджени из-под уссурийска сейчас в хабаровске черепаха джурджени город уссурийск фортификационные башни находящиеся на территории крупного городища джурджени в приморье по результатам историко-архивных исследователей на территории национального парка землю земля леопарда выявлено 12 памятников археологии 4 памятника имеют точную культурно-хронологическую привязку 8 вероятную все являются археологическими памятниками регионального значения вал и остатки кирпичного сооружения западнее современного поселка лебединое в настоящее время точная топографическая привязка объекта неизвестна дорога и ров в верховьях реки нарва в настоящее время точная топографическая привязка объекта неизвестна дорога вдоль левого берега реки бараша барабашевка от границы с китаем до поселка барабаш в настоящее время точная топографическая привязка объекта неизвестна группа курганов восточнее поселка барабаш в настоящее время точная топографическая привязка объекта неизвестна поселок барабаш 1 памятник располагается на левом берегу реки барабашевки в 11 километров на юго-запад от южной окраины поселок барабаш и 3 2 километра на северо-восток от северной окраины поселка приморский в пол километра к северу от ж.д. моста через речку барабашевка поселение занимает плоский участок на оконечности мыс высотой 15 16 метров вытянутого с востока на запад стоянка барабаш 2 памятник находится в 5 с половиной километрах юго-востока от поселка барабаш на левом берегу барабашевки располагается на мысовидном отроге горного массива формирующего левый борт долины реки высота отрога составляет 45 50 метров над урезом реки поселение барабаш 3 находится в 7 километрах к юго-востоку от поселка барабаш располагается на юго-западном склоне горного массива формирующего левый борт долины реки барабашевки занимает южную оконечность узкого мысовидного отрога вытянутого с юга на север селище барабаш 4 памятник находится 7 3 километра к юго-востока от поселка барабаш на левом реку барабашевки 250 метров восточнее памятника барабаш 3 располагается на высокой пойменном террасе поселение барабаш 5 примыкает к северной границе поселения барабаш 3 внешне проявляется наличие нескольких слабо выраженных площадок поселение столовая 1 расположена у подножья горы столовой в восточной ее части к западу от полуострова песчаная поселение находится на мысу у берега моря валы на перешейке полуострова песчаные в настоящее время точная топографическая привязка объекта неизвестно по всей видимости валы срыты современным хозяйственным освоением вал в трех с половиной километров от поселка кравцовка на левом берегу реки грязной высота вала 2 и 3 метра протяженность по долине около 80 метров по восточному склону гряды 400 500 метров вот смотрите какие интересные сооружения памятник золотой империи джурджене империя дзинь а сейчас перейдем к более ранним по истории датируемым артефактам северной части китая в 1980 году стало ясно что провинции сычуань центральный китай в 13 11 веках наши до нашей эры проживали еще одни наши предки сибиряки представители так называемой андроновской культуры со второго века до нашей эры занимавшие к западу от урала громадные пространства китайцам культуру андроновцев невозможно было приписать так как они оставили после себя бронзовые маски на которых ярко выраженные европеоидные черты а не монголоидные в более поздние времена эти самые андроновцы стали известны истории как славян из скифы реконструкция внешнего облика андроновца про эту культуру и ее потомках в сибири можно прочесть здесь пожалуйста кликабельно в 2008 году на первом международном конгрессе до кирилловская славянская письменность и дохристианская славянская культура в ленинградском государственном университете пушкина санкт-петербург был сделан доклад китай младший брат руси в котором были представлены фрагменты неолитической керамики из территории восточной части северного китая оказалось что изображенные на керамике знаки не имеют ничего общего с китайскими иероглифами но обнаруживают практическое полное совпадение с древнерусской руницей до 80 процентов сравнение старинного китайского письма современным то есть совпадение практически никакого древняя письменность шань инь 1500 лет до нашей эры наиболее ранее состояние языка предков современных китайцев китайцев отражено в памятниках письменности шань инь 15-16 век до нашей эры иньские надписи более всего соответствуют киридскому линейному письму класса b не менее 90 процентов иньских знаков имеют киридские аналоги при этом характерной чертой иньского письма является то что у нас стилистически и графически более совершенно чем киридская важный факт хронологически оба эти письма совпадают таким образом иньское письмо и киридское письмо класса b писались одинаковыми знаками и в одно и то же время в китае 15 и 16 15 и 11 век до нашей эры и 15 13 век до нашей эры на крите до взрыва вулкана санторин поэтому логично предположить что язык тех времен был схож сродство письма гуэнь шань инь скрыто минойским слоговым письмом обратите внимание черепки с греческим меандром найдены в приморье истоки китайского письма на неолитической керамике хронологические рамки сочунской этнокультурной общности и сам по себе факт появления в китае европеоидной популяризации согласуется с хронологическими схемами индоевропейской миграции согласно одной из этих схем гипотеза оба его приблизительно в первом тысячелетии до нашей эры часть скифов составе крупного объединения протосаксов оторвалась от основного скифского массива и ушла на восток дойдя до северо-западных границ современного китая такие же направления с запада на восток и конечный пункт китай реконструируются для европейского колесничного потока на основании новейших археологических данных показано что у неолитии бронзии население западной части северного китая было не монголоидным а европеоидным данные генетики внесли в уточнение это население имела гоплогруппу r1a1 здесь хотелось бы отметить что еще одну группу китайских представителей народов под названием дин дин лины и вот что интересно арабский историк 13 века рашид от дина ссылаясь на полное описание монголо татар 1221 оригинал которого исчез в 14 века в китае писал что все представители рода барджигинов которому принадлежал батый и его дед чингисхан были высокий ростом для набороды светловолосый и голубоглазый чингисхан относился к роду нерунов предками нерунов являлись от дин лины так китайцы называли гунов получается что чингисхан вовсе и не был монголоидом а также как и атила был из гунов или по-китайски из хунов несколько веков до нашей эры на территории нынешней монголии и южной сибири существовала мощная держава хунну в китайской историографии хунну появляется не ранее пятого века до нашей эры но давайте посмотрим как выглядели эти самые хунны или гунны так выглядели загадочные хунны международная группа ученых завершила под уламбатором раскопки курганов загадочной цивилизации хунну артефакты первого века нашей эры единорог и ярк послужили украшениями для коня важным является соотнесение рядом авторов которым относится гумилёв дин линов с андроновской 3 2 3 2 тысячелетия до нашей эры и афанасьевской археологическими культурами и изучение древней истории китая заставила русского ученая грум гржемайла сделать несколько несколько палеетнографических выводов белокурая раса дин лин и имела на заре китайской истории обширное распространение в средней азии китайские летописцы знают народы до дали и дин лин в долине реку реки хуанхэ по-видимому эти варианты произношение одного этнонима народ этот был не китайским себя китайцы в древности называли черноволосыми один лины были белокурые голубоглазы одно из этих племен называлась чади то есть красные ди тип их восстановлены на основании сводки сведений характеризуется следующими признаками рост средний часто высокий плотное крепкое телосложение продолговатое лицо цвет кожи белый с румянцем на щеках белокурые волосы нос вы выдающийся вперед прямо часто орлины светлые глаза психический склад их отличался воинственностью и столь сильно развитым индивидуализмом что дин линам никогда не создать своего государства они жили мелкими общинами занимались охотой и рыбной ловлей и охотно продавали свои мечи поставляя наемников китайским кинь князьям формы брака была моногамия религию культ героев они весьма напоминают древних кельтов и германцев но языком их был как будто один из индокитайских и дин линской расе принадлежат четыре древних народа центральной азии кыргыз из верхнего енисея длин дин лин из прибайкалия усуни которых история застает у озера лобнор но в момент передвижения их на запад в северный тяньшан и бома в саяна алтае все эти четыре народа имели голубые зеленые глаза и белокурые и рыжие волосы они были более или менее смешаны с соседями с дин лином относятся енисейские остяки кеты появление дин линских племен на севере габийской пустыни связывается с проигрышем с проигрышем дин линами тысячелетней войны с китайцами племена дин зафиксированы в китае в третьем тысячелетии до нашей эры как аборигены за три тысячи лет часть дин лина была истреблена часть бежала часть смешалась с китайцами смешение произошло в эпоху джоу в двенадцатом веке причем джоуские племена состояли в большей мере изди этим объясняется наличие у древних китайцев высоких носов и пышных бород процесс исчезновения дин линов с исторической арене если признать правильными все выше приведенные выводы закончился в начале двух второго тысячелетия нашей эры но на арене китайской истории тут же из ниоткуда появляется джорджини а вот один неоспоримый факт из загадок для китая но не для нас в западном китае нет на территории таримского бассейна обнаружили мумии с чертами европейской расы и ростом до двух метров тела датируются большим промежутком времени 1800 года нашей эры 400 год нашей эры древнейшая мумия в западном китае получила прозвище ло ло уланьская красавица это хорошо сохранившиеся тело китайские археологи нашли в 1980 году неподалеку неподалеку от древнего города ло улань что с северо-восточной части пустыни так так ламакан женщина ростом примерно 170 сантиметров умершая в возрасте 40 лет примерно 4800 лет назад она обладала чертами характерными для представителей европеодной расы в том числе выступающие переносица высокие скулы светлокаштанные волосы которые были собраны и спрятаны под водой лочный головной убор тело было завернуто шерстяной саван на ногах кожаные ботинки а рядом с ними в гробнице лежали гребень и изящная соломенная корзина с зернами пшеницы насчет датировки конечно можно поспорить скорее всего возраст специально удревлен с целью отодвинуть от времен культуре самих китайцев это черченский человек рост 183 сантиметра возраст мумии 3000 лет считается самой сохранившейся мумией в мире скифы в китае они же тахары усуни хэджи динлины джурджени хунны и так далее в конце 90 90-х годов китайские власти запретили раскопки в таримском бассейне на этой территории в пустыне токламакан были проведены испытания подземных ядерных взрывов и вход для исследований туда закрыт а также любые исследования уже найденных мумий часть находок осталась музей часть была перезахоронена возможно так возможно причиной тому стали опасения что дальнейшая работа доказала бы что вовсе не китайцы открыли железо изобрели седло и одомашнили лошадь все это было уже создано задолго до них белыми людьми тахары западные племена говорящий на индо европейских языках языковая группа в которую входит большая часть европейских индийских и иранских языков некоторые ученые полагают что юджи и тахары в сущности одни и те же племена иллюстрация поклонения предкам в китае изображение из книги афанасия кирхера иллюстрированная энциклопедия китая 1667 год ну и кому интересно ребята можете посмотреть вот здесь вот есть ролик фальшивая древность китая ссылку на этот интересный материал оставляю спасибо за внимание подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания